Я вас приветствую, друзья! Сегодня расскажу про такую незаменимую вещь в современных реалиях, как зарядное USB-устройство. Непростое, конечно, иначе было бы совсем неинтересно. Это очень крутой 60-ваттный зарядник от Xiaomi на 6 USB-портов с поддержкой функции быстрой зарядки. В комплекте имеем само зарядное устройство, кабель питания 1,5 метра и инструкция на китайском языке. Корпус устройства выполнен из белого глянцевого пластика. На лицевой панели размещены 5 полноразмерных USB-A портов и маленький порт USB-C, ну или Type-C, кому как привычный. Один из USB-A портов выделен оранжевым и неспроста он поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Type-C порт также ей не обделен. Поддержка Power Delivery в Type-C тоже есть. Но фишка этого зарядника не в количестве USB-портов, а в их качестве. Вся суть в том, что максимальная выходная мощность суммарно для всех портов составляет аж 60 Вт, а это означает, что даже если мы задействуем все порты, качество и скорость зарядки не упадет. Type-C и оранжевый USB-A выдают максимум по 18 Вт каждый, и на оставшиеся 4 порта остается суммарно 24 Вт. Каждый из них может выдать до 5 Вольт с силой тока 2.4 Ампера. То есть, подключив к ним 4 айпада, к примеру, а в шустрые порты по телефону с поддержкой Quick Charge, никаких просадок быть не должно. Правда, скорее всего будет наблюдаться неслабый нагрев самого зарядного устройства. Надеюсь, охлаждение инженеры-конструкторы продумали так же хорошо, как и все остальное в конструкции. Питается зарядник от сети с напряжением от 100 до 240 Вольт через типовый кабель питания, идущий в комплекте. Вилка, правда, у него под китайские розетки, но это не проблема. Кабель не встроенный, поэтому при желании его можно легко заменить, докупив аналогичный с евровилкой. Из индикаторов имеется единственный светодиод сверху, чуть ниже лого Xiaomi. Горит он постоянным белым, когда устройство подключено к сети. На этом его функции заканчивается. По итогу, пока это одно из лучших зарядных мультипорт-устройств с учетом его стоимости. Официально это 129 юаней. Его, конечно, еще нужно будет потестировать, посмотреть будут ли наблюдаться просадки и как сильно греется устройство при максимальной загруженности. Но об этом, возможно, расскажу чуть позже. Друзья, пишите в комментариях свое мнение насчет гаджета, а также не забывайте подписываться на канал и ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok